На очереди у нас рубрика Вести.нет с новостями о техносфере. Филипп Трофимов. Филипп, здравствуйте. Российский интернет-магазин Озон, как говорят, собирается разрабатывать роботов и домашнюю умную электронику. Но выходит, компания повторяет путь американского интернет-ретейлера Амазон? Добрый день. Да, выглядит как движение по стопам, ну прямо след в след. С другой стороны, ничего предусудительного в этом, в общем, нет. Это вполне разумное, логичное направление развития, более того, определяемое скорее рынком. Но к этой истории мы вернемся чуть позже, а начнем с еще одной новости в стиле «Где-то я это уже видел». Российский поисковик компанией Яндекс получила разрешение на выпуск смартфона Яндекс.Телефона. Об этом свидетельствует карточка в едином реестре нотификаций о шифровальных средствах и товарах с ними. В этом списке собрана информация об устройствах, которые могут ввозиться на территорию Евразийского экономического союза. В карточке указано, что заявку подала Яндекс.Сервис.АГ, зарегистрированная в Швейцарии. В июне 2018 года от ее же имени была опубликована нотификация на Яндекс.Станцию, продажи которой начались 10 июля. Яндекс.Станция уже пыталась выйти на рынок смартфонов и даже приобрел для этого в 2011 году компанию разработчиков мобильных приложений и игр SPB Software. Собственная платформа Яндекс.Кит появилась через три года, но проект не взлетел. В том числе из-за активного противодействия со стороны Google. К тому моменту Android занял уже около 80% мирового рынка. От проекта остался только Яндекс.Лаунчер, разработкой которого руководил выходец из SPB Software Федор Ежов. Его теперь, похоже, поисковик идет на второй круг. А чуть раньше появились предположения, что российский интернет-магазин Озон заинтересовался выпуском умной техники для дома и роботов для управления складом. Компания опубликовала вакансию менеджера проекта по разработке электроники и железа для складских нужд, а также устройств умного дома, интернета вещей и умных колонок. Разные источники подтвердили журналистам, что в Озон действительно займутся робототехникой, работой над интеллектуальной автоматизацией складов и системами умного дома. В конце прошлого года в компанию пришла новая команда управленцев. Среди них Анатолий Орлов, который 10 лет руководил работой над поиском Яндекса. Он-то и запланировал нанять более 200 новых разработчиков в Озон.РУ для создания новых умных продуктов. Такой сценарий развитие очень похож на американскую компанию Амазон, которая начинала как интернет-магазин, но 12 лет назад преобразовалась в технологическую компанию. Причем и коммерс в настоящий момент приносит ритейлеру меньше половины операционной прибыли. В 2014 году Амазон начал распространять свою первую умную колонку эхо среди подписчиков на привилегированные сервисы Амазон Прайм. А уже летом 2015-го колонка попала в свободную продажу в США. И только через год похожие устройства стали выпускать конкуренты Apple и Google. Всего за 2017 год в США было продано 25 миллионов колонок с голосовыми помощниками. Обозначенный в СМИ путь развития российского интернет-ритейлера Озон настолько похож на Амазон, что кажется, по-другому быть не может. Между тем, есть версия, что это только маркетинговый ход. На рынке уже не первый месяц ходят слухи, что сервис Азон.ру готовит к продаже и всячески пытаются поднять оценку компании. В том числе за счет увеличения штата разработчиков. Если это правда, то подобные новости на модную тему умных колонок вполне могут повлиять на оценку компании. Тот факт, что направление умных колонок сейчас самое горячее на рынке, доказывает и ажиотаж, который случился в понедельник вокруг продажи подобного девайса от Яндекса. Станции с голосовым помощником Алисой. Напомним, что очередь за Яндекс.Станцией начали занимать в 5 утра. И в итоге она растянулась почти на полкилометра. И, кстати, следующий возможный шаг развития станции журналисты обнаружили прямо в день старта продаж. Похоже, в будущем умная колонка Яндекса будет охранять дом. По крайней мере, владельцы станции смогут управлять голосом домашней охранной сигнализацией Гольфстрима. Об этом говорится в уведомлении в мобильном приложении Яндекса, которые необходимы для интеграции колонки с другими устройствами. Компания Гольфстрима охраны системы указана в списке партнеров проекта Яндекс.Станции вместе с онлайн-кинотеатрами Амедиатека и ИИ. Правда, срок запуска совместного проекта Гольфстрима и Яндекса там не указан. А теперь к сюжетам мобильных репортеров. И сегодня кадры из города Ангканг, что на северо-западе Китая. Там на площадку хранения угля одного местного предприятия напал пыльный дьявол. Так местные жители называют небольшие вихри, которые образуются во время жары. Как правило, они поднимают воздух лишь немного песка и поэтому не считаются опасными. Этот же смерчек оказался не только хорошо заметным благодаря обилию угольной пыли, но еще и довольно устойчивым. По словам очевидцев, он плясал по площадке не менее пяти минут. Затем растворился в воздухе так же внезапно, как и появился. Но еще немного про танцы в воздухе только уже в исполнении людей. Это представление сняли зрители в одном из польских аэроклубов. Несколько минут высшего парашютного пилотажа, сдобренного всевозможными спецэффектами, лентами и цветными дымами. Единственный автор видео так и не сообщил, почему практически все выступления были парными. Спасибо. Продолжение следует...